Вечер добрый, в эфире программа «Попутчик. Гость в студии». Меня зовут Володя Гаврилов. Представляю нашего сегодняшнего гостя. Теоретик и практик-путешественник Валерий Шанин. Здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо за то, что пришли к нам. Говорить мы сегодня будем о таком явлении, больше, наверное, чем явлении, субкультуре, как автостоп. Давайте сразу выясним, что это такое, откуда растут ноги. Мне почему-то кажется, что это произрастает из времен хиповых до 80-х годов. Нет? Нет, совершенно не правы. К 80-м годам, даже к 60-м годам это уже была очень бородатая история. В мире во всем? В мире во всем, да. Ну, а у нас-то нет? Нет, на самом деле как? День рождения автостопа – это 19 сентября 1923 года, когда он зародился в Америке. Потому что американцы первые стали массово машины производить. Потом с Америки он перешел, так сказать, во время Второй мировой войны в Европу. Американцы, которые поехали путешествовать по Европе после Второй мировой войны, они занесли туда автостоп. И вообще говоря, в Америку назывался хичхайкинг. И в Англии тоже хичхайкинг назывался. А когда он попал в Европу, он стал в Россию как бы просачиваться через Польшу. И вот мы уже уловили вот это польское название автостоп. Поэтому слово, так сказать, автостоп – это вообще, если честно между нами говоря, это все-таки польское слово, которое к нам, так сказать, вошло в русский язык. Но оно здесь осело, и как-то вот используется слово хичхайкинг, но все-таки реже более такими, так сказать, тонкими зонтоками явления. А обычно в массовом сознании это автостоп – какое-то такое уже, так сказать, слово общераспространенное. – У вас два высших образования, причем оба МГУ, два факультета – физические и психологические, правильно? – Правильно, да. – Причем я так понял, что вы в 1984 году закончили, а потом два года, видимо, попутешествовали и пошли на психологические, да? Вот что произошло, что за перелом произошел в вас, и связано ли это с хичхайкингом? – Ну, трудно сказать, что это связано с хичхайкингом, возможно, все связано одно с другим, потому что реально я путешествовал еще, так сказать, даже не помню, когда начал путешествовать. Но автостоп я для себя открыл в 1983 году совершенно случайно. И как-то так вот оказалось, что это самый лучший для меня, по крайней мере, способ путешествий. И после этого, так сказать, автостоп на меня так повлиял, что я даже и жить как-то автостопом стал. Ну, что значит жить автостопом? Это значит жить здесь и сейчас. И быть готовым заменить свою, так сказать, вот, не знаю, жизнь в любой момент, а не планировать там на 20 лет вперед. Поэтому, когда я решил, что я уже, так сказать, хочу стать не физиком, а психологом, я очень долго не мучился и не страдал, что я 5 лет проучился. Взял, просто переориентировался на психолога и стал, так сказать, заниматься психологией. И потом даже в психологии я учился еще 5 лет на факультете психологии, потом преподавал психологию, работал психологом. И даже за психологию я не держался, а продолжал путешествовать параллельно. У меня, так сказать, идет и учусь, и работаю, и параллельно путешествую. А как же вы находите время? Ну, во-первых, то, что я 2 раза по 5 лет учился, дало мне возможность иметь огромное количество времени. Это у студентов, сами понимаете, времени больше, чем у тех, кто работает. По крайней мере, 2 месяца, так сказать, это каникулы летние, ну и вообще в промежутке много свободного времени. А потом, так сказать, все-таки путешествия затягивают. И вот уже лет 12 назад я для себя решил, что все-таки надо выбирать. Так сказать, нельзя сидеть на двух стульях, нельзя и работать где-то в офисе и путешествовать. Поэтому вот уже 12 лет я, можно сказать, профессиональный путешественник, никуда в офис не хожу, только делаю, что путешествую. Примерно половину времени в дороге провожу, вторую половину времени за компьютером, так сказать, за монтажным столом, чисто, так сказать, описываю свои впечатления. Вы сейчас не преподаете? Нет, сейчас не преподаю. Так сказать, сейчас я периодически провожу мастер-классы такие, один, два, три дня. Потому что для того, чтобы преподавать, это нужно же как минимум на семестр рассчитывать, чтобы студенты шли. А я все-таки человек очень спонтанный, и я готов прямо сейчас, вот у меня рюкзак с собой, прямо сейчас готов ехать куда угодно, на любой срок, поэтому не могу планировать какие-то длительные такие вот периоды преподавания. Домашних животных у вас нету, и семьи, видимо, тоже? Ну, это совершенно неправо. Как раз у меня семья есть, у меня жена и мои детей. А как же терпеть-то можно такого мужа и папу? Ну, на самом деле можно, потому что, ну, представьте, примерно как моряки. Я вот в свое время плыл на попутном контейнеровозе из Эквадора в Санкт-Петербург три недели, и мне моряки рассказывали, они тоже семь месяцев находятся в дороге, потом приходят из плавания домой, их семьи радостно встречают, первый месяц в восторге, второй месяц просто довольны, а вот уже третий месяц начинают уже говорить, типа, вот хорошо бы еще куда-нибудь сплавать. И поэтому, с моей точки зрения... Это семья уже говорит, да, моряков? Да, семья уже им говорит. И у меня примерно такая же ситуация, что дело в том, что у меня интенсивно и то, и другое происходит. Не как у нормального человека, что-то тепленькое идет. Вот обычный человек как? Вот, вы говорите, сидит дома, но он же не сидит на привязи, то есть он реально ходит пять дней в неделю на работу, значит, 12 часов, пять дней в неделю, он отсутствует. Если собрать и поделить, то получается как? Я, например, два-три месяца в дороге, у меня дома нет, потом я возвращаюсь, и я два-три месяца дома, потому что в офис сходить не надо. Поэтому, если так вот собрать и поделить, получается, что я дома нахожусь не намного меньше, чем люди, которые по пять дней в неделю работают. Ну, мне очень нравится ваша логика, боюсь, что моей жене она не понравилась бы вовсе. Ну, в принципе, я считаю как? Что все-таки у каждого мужчины есть какие-то недостатки, скажем, если человек не пьет, не курит, ну, если у него недостаток, он путешествует. А автостоп, вот как трактует Википедия это явление. Бесплатные передвижения на попутном транспорте с согласием водителя. Изначально автостоп был возможен только на попутных автомашинах, однако позже развился автостоп на других видах транспорта. Безбилетный проезд в маршрутном транспорте не считается автостопом, если за это не получено согласие водителя или машиниста или кондуктора. Это правильно и точная формула? Совершенно точно, да, полностью согласен. И вот тут вы различаете несколько типов автостопа, да? Первого рода, второго, третьего, четвертого. Давайте об этом поподробнее. Ну, автостоп первого рода – это классический автостоп, это когда, так сказать, человек останавливает попутные машины. Автостоп второго рода – это автостоп на локомотивах, на поездах. Автостоп третьего рода – это на плавсредствах. Автостоп четвертого рода – это на гужевом транспорте. Автостоп пятого рода, так сказать, перспективный на космических аппаратах в будущем. Поэтому у автостопа, как видите, перспективы есть. И дело даже главное понять, что в конечном итоге едешь все-таки не на транспорте, а едешь все-таки на человеке, если так можно выразиться. Поэтому не машины же останавливаются, а человек, который за рулем, который там находится. Поэтому в любом случае, как бы ты ни путешествовал, на каком виде транспорта, все равно самое важное для автостопа – это умение общаться с людьми. Это самое главное требование. К этому мы с вами подойдем. Вот в 1923 году, когда это явление появилось в Соединенных Штатах Америки, вы сказали, да? А уже тогда была некая философия, да? Нет, я думаю, что в начале философии не было. В начале… Было стремление сэкономить, передвигаясь с точки А в точку Б, так? Нет, я думаю, тоже такого не было. А появилось какой-то, так сказать, вот, на мой взгляд, просто массовый всплеск автомобилей. И, так сказать, люди столкнулись с тем, что автомобили ездят на дорогах значительно больше, чем ходят людей. И поэтому, так сказать, люди могли даже выбирать, чтобы, так сказать, их подвезли. Но, в принципе, я как-то, когда историей занимался автостопом, у меня был очень смешной случай, вычитал. Значит, в 1914 году царь Николай II ехал на автомобиле и в районе, так сказать, фронта. И там, так сказать, на телеге какая-то, так сказать, деревенская баба, как написано было, выезжала. Лошадь испугалась автомобиля, редко все-таки была, опрокинулась. Николай II подсадил эту бабу, так сказать, себе в автомобиль и подвез ее до деревни. Так что вот у нас автостоп, можно сказать, тоже с 1914 года пошел. Поэтому у меня… Но это не автостоп, она же не просила. Да, она не просила, да. Но вот это, конечно, интересный вопрос, кому первому пришла в голову, так сказать, вот именно идея поднять палец, просить. У меня даже все-таки есть подозрение, что поначалу водители сами, так сказать, вот норовили кого-нибудь подвезти, чисто для того, чтобы показать, как здорово, что у них есть свои машины. Вот давайте поговорим тогда о психологической стороне. Момент. Я, как всегда, забыл о том, что… Вы думаете, нас двое всего в студии, не считая операторов? Вовсе нет, но значительно больше. У нас огромное количество, я имею в виду, наших телезрителей, которые обычно принимают участие в нашем эфире при помощи звонков и смс-сообщений. Кстати говоря, напоминаю, что человек, который задаст самый интересный вопрос, получит в понедельник вот эти вот бинарные, замысловатые часы от канала нашего Автоплюс. Так что звоните, пишите. Поговорим о психологии, о психологическом моменте. Человек, который садится, пытается подсесть в машину, там, ну, неважно, электричку и так далее, он имеет перед собой цель определенную, да, там, доехать туда-то. Водитель. Зачем подсаживать человека? Вот, вот, ведь особенно дальнобойщики, да? Да, большинство людей, насколько я понимаю, автостопом катаются на фурахт, да? Правильно? Ну, на самом деле, это не совсем так, потому что это были все-таки 80-е годы, на фурахт катались. Ну, вот я из той пары вырос. Да, я тоже в 80-е годы, так сказать, на дальнобойщиках ездил. Сейчас это уже не актуально, потому что реально быстрее можно доехать на легковых. Просто в 80-е годы была ситуация такая, выбор либо между грузовиком, который может 500 километров идти, и легковой, который человек максимум до дачи едет, 20-30 километров, легковой будет мало. Да еще забиты рассады. Забиты рассады, да. Сейчас нередко встретить человека, который на своей машине решил просто съездить на выходные из Москвы в Питер. И он, естественно, все 700 километров может проехать. Мне вот недавно историю рассказали, там, две девушки вышли на окраине Питера, попросили подвезти до Москвы, сколько по пути. Ну, вот на этой машине их так и довезли прямо до Москвы. Так что это, так сказать, случается. За бесплату? Да, конечно. И, так сказать, вот мы когда обсуждали между собой, так сказать, вот автостопщики, почему же водители подвозят, пришли к выводу, что мы, автостопщики, просто работаем в индустрии развлечений. По большому счету, примерно так же, вот как нас сейчас телезрители смотрят, ну, им просто интересно посмотреть, а не смотрят. И водитель тоже подвозит, потому что ему интересно пообщаться с человеком. Поэтому автостопщики, они, так сказать, ну, вот именно являются работниками индустрии развлечений. И у каждого автостопщика, когда он много путешествует, конечно, огромное количество историй. И бывшего даже автостопщика, или автостопщика нынешнего, очень легко узнать по манере общения, потому что человек всё время может рассказывать интересные истории, может рассказывать их часами, в отличие от обычного человека, и может также с интересом слушать. Но в целом всё равно всё-таки водители делятся на три категории. Первая категория водителей подбирает, когда попутчика только и ждёт, чтобы этот попутчик ему какие-то байки травил. Он ему даже говорит, давай, типа, расскажи чего-нибудь, или там с пояса человек с гитарой едет. Вторая категория водителей, наоборот, лучше ничего не говори, вот у него накипело, он начинает тебе о жизни рассказывать, причём рассказывать так, как никому другому рассказать нельзя. Ну, потому что да, это как в поезде, расстались и сбежались. Конечно, конечно. Я помню, меня подвозил, так сказать, наркоторговец, рассказал очень подробно о своей жизни, как он, так сказать, это. Я говорю, а что же ты книгу не напишешь? Говорит, ну я же вот рассказать никому не могу, потому что, так сказать, если в книге напишу так честно, то не доживу до публикации книги. Значит, ну а кому расскажу, говорит, там, в полиции расскажу, когда меня арестовывают, вроде неудобно. Значит, друзьям тоже, как бы, вот не поймут родственников, тем более в курс нельзя вводить. Ну да, не дай бог. Поэтому да. И есть всё-таки третья категория. А в какой стране этот... Это в Австралии был. Он рассказал подробно, как он по всем тюрьмам там сидел, всё, так сказать, как он живёт, что у него там 12 машин одновременно, а машина больше двух недель у него не держится, потому что засвечивается. Но он объяснил, что у него просто жизнь такая, что у него там 5 жён, там 13 детей, поэтому, чтобы всех содержать, одновременно пишет. Говорит, ну где ты ещё найдёшь такую работу, чтобы столько денег сразу заработать? Поэтому приходится рисковать. Но есть ещё третья категория водителей, которые вот непонятно вообще зачем подвозят, кто не хочет ничего рассказать и не ждёт, чтобы ему что-то рассказывали. Но есть поэтому у нас, по крайней мере, вот автослопчиков, у него водители гипотезы, что это просто люди, которые считают, что ну так надо делать. Ну это вот как, не знаю, помочь старушке перейти через дорогу. Вроде как бы ничего, но вроде надо. И есть ещё, конечно, большая категория водителей, которые сами были автослопчиками, которые потом уже, так сказать, перестали идти автостопом, и они себя легче просто идентифицируют. Человек видит, вспоминает, как он сам был в такой же ситуации. И он, конечно, думает, ну надо, так сказать, помочь своему нынешнему коллеге. Я понял. А звонок у нас. Вечер добрый. Володя, здравствуйте. Меня зовут Леонид. Я из Подмосковья. У меня вопрос к вашему гостю. Я тоже однажды ехал автостопом, ехал на помойке. Ну, как это, мусоровоз, да, это называется. И он ужасно относился, ехали по городскому шоссе, он ужасно относился к вот этим москвичам, которые там шныряли под колёсами. Ну, когда вдруг, значит, появилась машина-мусоровоз, которая выворачивала на главную дорогу, он остановился и нежно сказал, проезжай, братишка. И всё время вот этот водитель мусоровоза, ну и другие водители, разговаривал с дорогой. Куда лезешь, там ещё что-то. Ваш собеседник, он психолог. Вот этот разговор с дорогой у водителя, он нужен как психологическая разгрузка, или это какой-то мулутон, это плохое там воспитание, или как это, вот понимаете вопрос? Да, вопрос я, очень хороший вопрос. Да, причём, на самом деле, этот вопрос можно отнести не только к этому водителю мусоровоза, да. Я стал ловить себя на том, что я стал общаться с другими участниками движения. Хотя раньше я был, действительно, спокойнее. Возможно, я старею, возможно, нервозность. Вот, ну, я пока не опускаюсь за такое грязное руганье, но вот время от времени я могу пошипеть что-нибудь такое вот. Это что, это разгрузка? Нельзя накапливать себе, что нужно стравить пар? Или это действительно муветон? Нет, ну это как раз очень правильно. Это, так сказать, человек, зато находится прямо в ситуации, он не отвлекается. Потому что если человек вот так вот не живо, правильно же сказал человек, который звонил, что вот он, так сказать, вот обращал внимание на все, которые мы пытались подрезать, он их замечал. Он заметил этот грузовик. Было бы хуже, если бы человек в это время, так сказать, решал математические задачи в голове. И он бы увидел грузовик, когда бы до него осталось там 20 сантиметров. Это было бы неправильно. Поэтому это очень правильно, и с точки зрения психологии, очень хорошо, когда человек это вот наружу выражает, а не внутри него. Хуже, когда человек вот вроде молчит, а внутри у него, так сказать, я не знаю, там бьётся сердце, и он там, так сказать, внутри нервничает. Поэтому очень здорово, когда человек выговаривается. И когда едешь автостопом и встречаешь такого человека, здесь очень важно себя правильно вести, потому что вот уж действительно совершенно разные люди встречаются. И задача автостопщика не для того, чтобы переделать человека, то есть не начать ему мораль считать, не начать ему говорить, что не должен это делать, и ни в коем случае не пытаться человека перебедить. И меня подвозили совершенно разные люди. Один, не знаю, фашист, начинает пропагандировать фашистские взгляды. Потом в следующей машине кому не встречается, которая фашистов кастерит. Третий, так сказать, встречается с националистом, этих ругает. Потом встречается другой других. Когда попадаешь, так сказать, вот едешь через конфликтные районы, там по очереди подвозят, и друг про друга начинают рассказывать всякие истории. И здесь очень важно вот автостопщику быть примерно как психологу. То есть принимающий, так сказать, с интересом слушающий, но не пытающийся учить жизни. Не надо абстрагировать. Да просто не надо учить жизни. Не, ну опять же не погружаться, потому что... Вот я, например, очень легко верю людям, да. И вот я в такой ситуации, я бы растерялся, особенно если ехал бы через зону какого-нибудь конфликта, там сербы, скажем, про этих, про албанцев, албанцы про сербов, а я такой, что я должен для чьей-то быть в стране. Я вот и верю человеку, блин, какие же подонки, какие же гады, да. А тут бах, садишься к другому и говорит, буквально то же самое, противоположное, а тут можно с ума сойти. Ну, вот в этом-то и суть автостопа. Этим он отличается, что ты все время с разными людьми, и даже, так сказать, у нас есть, так сказать, вот такой, ну, как бы, тренинг такой своеобразный, есть даже такой способ психологический, психологического такого изменения себя. Дело в том, что люди, которые тебя подводят, они не знают. И у нас один парень придумал очень такую игру интересную. Садишься, так сказать, в машину, и каждому водителю буквально вот о себе можешь рассказать все, что угодно. И таким образом ты не просто с разными людьми живешь, а ты просто сам живешь разным человеком. И человек там начинает тебе что-то говорить, ты говоришь, там, типа, он тебя спрашивает, учишься? Говоришь, да, учусь. Там, типа, вот, где учишься? Там, типа, он сам тебе подсказывает, он выстраивает из тебя какую-то личность. И ты таким образом плавно просто перетекаешь. Да, ты просто соглашаешься, и в конце концов у тебя появляется совершенно другая личность. Потом в другой машине другая. То есть ты сам становишься гибким и текучим. И вот это как раз самое большое... Но это же ложь, получается. Нет, почему? Нет, ну если я не учусь, а я соглашаюсь, говорю, что я учусь. Или я не понял? Нет, как раз это, так сказать, не ложь, а это именно, так сказать, возможность примерить к себе разные, так сказать, вот, не знаю, там, личности. Потому что в этом плюс автостопа, что когда ты находишься вот в обычной жизни, окружает тебя определенный набор людей, работаешь в одном и том же месте, ты в конце концов становишься... У тебя личность становится железобетонная. Когда ты один каждый день, одно и то же, одни и те же люди, и ты привыкаешь, и ты думаешь, что личность, она у тебя как бы вот по черепной коробке сидит. На самом деле нет. А разве это плохо? Ну, плохо или хорошо, это оценочная категория. Но, в принципе, скажем, если человек считает, что хорошо, что он каждый день ходит на работу в одно и то же время, общается все время с одними и теми же людьми, пусть он так и делает, не надо ему ездить автостопом. Ну, я понял, да, зависит от человека, да. Конечно. Поэтому автостоп, это, так сказать, вот в чем плюс автостопа? Что, скажем, если я буду говорить, что очень хорошо ездить на Бентли, я буду очень долго агитировать, но, так сказать, вот многие люди просто не смогут это попробовать, потому что это недоступно. Но если я скажу, что любой может попробовать ездить автостопом, это доступно, потому что не нужно никаких денег. Вышел на дорогу, поднял палец, и ты поехал. А почему, интересно, вот именно этот жест, поднятый палец, большой палец руки, да? Хотя у нас, например, я все опять возвращаюсь во времена, когда у нас были панки, рокеры, хиппи. Вот тогда у нас это появилось, это в 80-е годы, да? Нет, нет, нет. Ну, конец 70-х, начало 80-х. Да нет, 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 это просто проспали момент по появлению. Я просто, я до этого был еще молодым. В 63-м году была ассоциация автостоп при Центральном совете... В России. При Центральном совете по туризму. 80 тысяч членов только официально было в ней. Вот это да. Выдавали книжечки, там знак специальный автостопа был, так сказать, книжечки давали. И когда человек ездил, он водителю выписывал такой талончик. Потом водитель собирал эти талончики за год и отправлял их. Они разыгрывались как лотерейные билеты. И, так сказать, недавно одного нашего автостопщика подвозил, так сказать, водитель, который рассказал, что вот этот москвич, на котором, старенький москвич, на котором везет, его отец выиграл на талончики, полученные с автостопа. Поэтому это у них семейные. Они считают, что раз уж они получили автомобиль за счет автостопщиков, то теперь автостопщиков они как бы обязаны всю жизнь подвозить. Слушайте, ну получается, что Министерство по туризму таким образом популяризировало это, да? Да, было так сказать. Естественно, в пределах России, вернее, СССР, да, то есть не за... Ну там какая ситуация, все-таки это пришло к нам с Польши, как я говорил, и вначале с этим носились, а потом все-таки как-то не вписалось в нашу культуру, буквально 2-3 года и СССР развалилось, потому что все-таки автостоп – это для свободных людей, и реальный всплеск автостопа появился вот в середине 90-х годов, когда появилась реальная свобода, когда появилась возможность путешествовать не только внутри, так сказать, лагеря, вот внутри колючей проволоки, а когда можно путешествовать по всему миру. Поэтому реально это вот в 94-м году, когда я создал школу автостопа, наверное, с тех пор и пошло такое массовое движение, когда, так сказать, автостопом стали заниматься буквально, так сказать, сотни тысяч человек. – Ясно. Звонок у нас вечер, добрый. – Алло. – Здравствуйте. – Здравствуйте, Николай, Москва. – Слушайте. – Вот человек занимается автостопом, ну, я так понял, что всю жизнь практически, да? – Ну, выходит, все так, да. – На что он живет вообще? Как он семью кормит? – Книжки пишете? – Правильно, вот хороший вопрос. – Хороший вопрос, да. – Да, вот, например, путешествия, вот у меня книжка написана «Вокруг света за 280 долларов». Именно так и было, что я взял 300 долларов, вышел из паспорта с монгольской визы и поехал путешествовать вокруг света. Проехал за три года вокруг света через Китай, Юго-Восточную Азию, Австралию, Новую Зеландию, Южную Америку. – То есть три года нон-стопом или… – Три года нон-стопом. Я вот взял 300 долларов и решил, что я пройду вокруг света, не получая ни копейки из дома. И я поехал, так сказать, ехал из-за того, что ехал три года, значит, по дороге еще работал. В Австралии, в Новой Зеландии работал, потому что я, кроме того, что сам не бездельник, еще и семью содержу. Поэтому я работал по дороге, еще семье денег, так сказать, посылал. А потом, когда вернулся, написал книгу о том, как я ездил вокруг света за 280 долларов и, соответственно, поехал в следующую кругосветку. Поэтому у меня так и получается, что я в дороге провожу только половину времени. Вторую половину времени я провожу, так сказать, за письменным столом, уже 15 книг написал, и путеводители, и книги, и в последнее время уже стал и фото, и видео снимать. Поэтому получается, что автостоп у меня как бы стал профессиональным, но именно как бы как половина. Потому что, скажем, если выкинуть половину, скажем, я не могу сидеть все время за, так сказать, столом и писать, из головы придумывая, и не могу все время находиться в дороге. Поэтому половина времени в дороге, половина времени за письменным столом. А если бы не было семьи, так бы вы всю жизнь не путешествовали все 24 часа в сутки? Нет, если честно, я просто не такого плана человек. Утомляет это, в принципе? В принципе, нет. Не надо путать отпуск и путешествие. Отпуск утомляет, путешествий нет. Я же ехал три года нон-стоп, и в принципе я уже вошел в ритм, я так бы мог и 10 лет, и 20 лет ехать совершенно спокойно. Но все равно даже три года я ехал, с собой ноутбук таскал, я писал, и у меня была просто цель такая, не просто проехать. То есть я к путешествиям не отношусь как к конечному продукту потребления. Это не то, что я потребил и все. Это как бы то, что является первой частью работы. Для меня половина интереса в жизни – это пропутешествовать, вторая половина, не менее важная, – это рассказать. Рассказать о том, как это здорово, как это всем можно. Я пишу книги для того, чтобы объяснить людям, что, ребята, весь мир открыт, любой может путешествовать, пожалуйста, берите, по моему примеру, отправляйтесь путешествовать. И для меня просто так вот проехать тихо, никому ничего не сказать – это 90% удовольствия потерять. Ну, я понял. А кем вы работаете? Что вы делаете, когда находитесь в путешествии? Это должна быть какая-то обычная рутинная работа? Вы же заранее не устраивайтесь, не созванивайтесь ни с кем? Нет, конечно. Надо сказать, в автостопе вообще ничего заранее нет, билетов нет. И обычно делается как? Едешь по дороге. И так же, как в автостопе. Просто начинаешь спрашивать у всех, ребята, есть ли у вас работа. И так же, как в автостопе. Не каждая машина останавливается, и не каждый скажет, что есть. И если ты реально хочешь найти работу, то никуда не денешься, ее все-таки найдешь. Упорно просто продолжая. Но в то же время у меня, конечно, есть свои приоритеты. Я понимаю, что на сложную какую-то работу, я не знаю, какую-нибудь бюрократическую или еще, в дороге смысла нет устраиваться. Поэтому физический труд в любом случае. Но на самом деле удовольствие все-таки испытываешь от нормального физического труда. И я открыл для себя, что если бы я не был человеком с двумя высшими образованиями, то я бы, конечно, предпочел работать садовником. Поэтому я при малейшей возможности очень люблю работать в садах. И в своих путешествиях я уже, не знаю, делал все, что весь сезон, пока идет, начиная от цветения и заканчивая уборкой, в садах в любую работу. Очень здорово. Мне очень нравится. На свежем воздухе, солнце, в меру физический труд. Очень здорово. Едешь, периодически работаешь, потом опять едешь дальше. Опять же ты видишь, чем хорошо это работает, ты видишь плоды своих трудов. Ты посадил его там на красивую клумбу. Или я там подрезал кустарник, вот на какой нарядный. Да, а потом я киви собирал в Новой Зеландии. Многие просто не представляют, как киви растет. А я теперь представляю. И даже вопрос интересный. Там получается лоза, типа как виноградные. И делают два варианта. Либо такой сплошной полок. Идешь, просто время сверху срываешь киви. Как виноград у нас. Ну да, типа как виноград. Либо вот такие типа туннели делают. И вот тогда через туннель этот пролазишь, там более такая работа физически сложная, потому что то внизу нужно поднимать, то сверху. И в принципе работа такая достаточно интенсивная. Но не все же сидеть за столом, за компьютером. Да, это конечно, я согласен. То есть получается, что вы проехали какое-то расстояние, нашли работу, остановились, поработали там месяц, предположим. Да. Заработали себе дальше на путешествие. Дальше и часть денег отправили. Да. Поехали дальше. А как вы решаете вопрос вот в таком путешествии? Вы сказали, что у вас была только виза монгольская, дальше нужно пересекать границы. Вот эти моменты как решаются? Ну, виза это, конечно, отдельная песня. Тут, конечно, всегда много приключений. Но, в принципе, как всегда в автослопе, самое главное, заранее себя не грузить. Решать проблемы по мере их поступления. И когда ты идешь, очередная тебе виза, начинаешь искать варианты. И, например, я когда ехал в этом путешествии, вокруг себя за 280 долларов, у меня самая большая проблема была с австралийской визой. Я только с третьей попытки смог получить. Потому что первые две попытки мне отказывали. Но если, скажем, это происходит с какой-то страной, которую можно объехать справа или слева, то в конце концов решишь, ну и бог с ней, с этой страной, в принципе, не так важно, объедешь ее. Но Австралию я объехать не мог, потому что она ровно у меня посреди дороги была. Поэтому я упорно. Значит, первый раз не прошел, второй раз. И вот с третьей попытки я все-таки убедился, что мне надо дать австралийскую визу, и я туда въехал. Но система очень простая. Что первые два раза я пытался доказать, что я такой турист, но не мог доказать, что мне хватит 300 долларов, чтобы проехать вокруг света. Как-то не убеждал. Поэтому третий раз я уже стал, так сказать, представляться бизнесменом, который едет для того, чтобы написать книгу. Это честно, ничего не врал. Вот, пожалуйста, книгу написал, как и обещал. Что еду писать книгу, взял от издательства бумагу, и причем там тоже было все честно написано. Мне директор издательства сказал так, что если ты едешь автостопом, ночуешь в спальном мешке под открытым небом, я могу честно написать, что такой проезд и такое проживание мы оплачиваем. Он именно это написал, что вот мы ему проезд и проживание оплачиваем. Все, посмотрели, ну, нормальный человек, я писаю книгу, ему проезд и проживание оплачивают. Ну, то есть вы имели все-таки уже заранее визу? Нет, заранее визу не было. Я выезжал с монгольской визы, я подал на визу в Китае, первый раз мне отказ дали. Вы приходите в консульство в наше? Конечно, нет, не в наше, в австралийское консульство пришел. Первый раз в Пекине мне отказали. А то есть это можно так сделать, да? Да, конечно, в любой стране. Сказать, впадал, в Пекине, в австралийское посольство. А потом, так сказать, я в Таиланде, потом в Куал-Лумпуре, в Малайзии. И вот так вот меня в результате муруджили и кучу денег на это потратил. И вообще, честно говоря, вот эти вот проблемы с визами, они меня уже, так сказать, несмотря на мой огромный опыт, в 90 странах был, и во всех визовых странах побывал, и в США, и в Англии, и в Шенгене неоднократно, и в Австралии с Новой Зеландией. В конце концов, мне надоели все эти проблемы, и поэтому я сейчас решил, так сказать, проехать по всему миру вообще только без виз. И принципиально с российским загранпаспортом проехать только по безвизовым странам. Поэтому сейчас, вот 19 сентября, стартуя вокруг света только по безвизовым странам. 48 стран набрал, так сказать, вот по предварительным маршрутам. За 240 дней проехать только по безвизовым странам. Ну, об этом будем говорить несколько позже, в середине сентября, когда, я так понимаю, когда вы уже подведете итоги, расскажете нам, да, как и что. О старте обязательно расскажете. Да, да. А теперь расскажите, пожалуйста, как человек, как можно определить человека-автостопщика, там, стопера, как правильно говорить-то все-таки? Ну, самое главное, что, так сказать, вот профессионального автостопщика отличает, это, конечно, вот эта вот уверенность его и оптимистическая уверенность, которую он внушает людям просто на расстоянии. Когда мы устраивали соревнования по автостопу, то, казалось бы, вот в начале, на старте, все имеют одинаковые, так сказать, возможности. Потому что, ну как, случайно остановил, случайно подвез. И сколько не устраивали соревнований, никогда никто, так сказать, вот из неизвестных таких новичков не побеждал. Никому просто так не везло, никого не везли. Потом поняли, почему это происходит. Когда выходит на дорогу человек достаточно профессиональный, много поездивший, у него уверенность, она просто, так сказать, из него, так сказать, приводит. Он просто стоит на дороге. Он знает, что он уже ездил там тысячи километров, он знает, что он уедет, и знает, что вот этот водитель едет, он ему уверенность это передает. А человек, который никогда не ездил, он выходит на дорогу и начинает, так сказать, мучиться. Он поднял палец, машину мимо проехал, думает, что-то я, может, не то делаю. Вторая машина, он опять мучается. Водитель едет, он еще лица разглядеть не может, он уже чувствует, что человек что-то нервничает. То ли украл, то ли у него украли, ну как-то вот не хочется такому человеку останавливать. Поэтому уверенность, это очень важно. У меня тут недавно был очень смешной случай в школу автостопа. Пришел парень, так сказать, и говорит, вот я вот хочу поездить автостопом, но я как-то вот не уверен, как-то вот, так сказать, пришел как бы проконсультироваться, как это делать. В разговоре выяснилось, что он только что, так сказать, демобилизовался с армии, был командиром взвода спецназа, ездил, так сказать, в Чечню, так сказать, участвовал в боевых операциях. То есть человек, который реально, так сказать, готов к тому, что будут стрелять на него, так сказать, с пяти точек, и что, возможно, придется идти по минному полю, он не уверен, что он выйдет. На дорогу и что его подвезут. Поэтому вот это вот очень важно. Вот это самая важная уверенность. Первый шаг, это, так сказать, вот общение со мной очень помогает, потому что когда встречаешь человека, который проехал 90 стран и три раза вокруг света, то понимаешь, что да, это, так сказать, вот действительно такие люди есть, и в принципе можно путешествовать. А второе, это, конечно, опыт. Опыт незаменимый, когда ты выйдешь реально на дорогу, поднимешь палец и, так сказать, куда-то проедешь, то чем больше ты так вот едешь, тем больше, так сказать, убеждаешься в том, что это возможно. А не должно быть каких-нибудь специальных знаков опознавательных, чтобы водитель понял, что этот человек именно автостопщик. Я почему хочу сказать, что вот мы часто ездим по роду службы, ездим на машинах в разные города со съемочной бригадой. У нас забиты машины, у нас там 3-4 человека плюс оборудование. Мы не подсаживаем людей, потому что там просто некуда. Ну, мы видим, как голосуют. В моем понимании человек, который стоит, он хотя бы должен иметь какой-нибудь, ну, не жилет, а какие-нибудь полосы светоотражательные, чтобы быть, во-первых, ну, это безопасность для него, во-первых, он издалека бросается в глаза, во-вторых, ну, его не собьют. Не то этого. Люди где-то как-то вот... Ну, не существует какого-то дресс-кода определенного. Да нет, существует, но просто как в любом деле есть профессионалы, есть любители. И, конечно, любители могут, так сказать, вообще неизвестно в чем ездить. Так, а как должен ездить профессионал? Ну, как должен ездить профессионал, значит, самый такой суперпрофессионал, это, конечно, клубные формы. Вот у нас, например, есть майки там с надписью школы автостопа, сразу там видно, не знаю, за 500 метров. Но это уже именно действительно для профессионалов. Если ты не профессионал, то надо, как обычно, как в любом виде, значит, если ты не профессионал, ну, нужно перенимать по максимуму с профессионалов. Первое, так сказать, минимум, это у тебя действительно должна быть одежда, светлые и яркие. Лучше всего желтого цвета, чтобы у тебя было сдалека видно и безопасность, и водителю больше возможности сориентироваться и остановить или не остановить, принять решение. Поэтому одежда должна быть светлая. Потом, следующее, обязательно должен быть рюкзак, потому что если человек стоит на дороге и, вот, не знаю, там с чемоданом, то вообще трудно понять, чем он занимается на этой дороге. Потом человек минимум с рюкзаком, светлой такой одежде, ну и, конечно, желательно, чтобы стоял на таком месте, где, в принципе, можно остановиться. Чтобы там машины, естественным образом, скорость замедляли, чтобы можно было понять, что этот человек реально далеко едет. Люди, которые стоят на выезде из Москвы с табличкой, там Калуга, Нара и так далее, это автостопщик или просто добраться нужно? То есть вы используете надписи, таблички с надписью? Ну, неэффективно использовать табличку на выезде из Москвы, потому что реально время ожидания увеличивается в разы. Табличку использовать есть смысл только в Германии, потому что в Германии, так сказать, там сеть такая дорожная, квадратная, и поэтому там в принципе непонятно, куда человек едет, потому что вот все вот так. В других странах там более-менее радиальная система, и, скажем, если человек на выезде из Москвы едет, но дорога-то одна, и по большому счету никуда не свернешь. И стоять, писать сразу там Калуга или еще что-то, значит, ну, это, так сказать, вот просто, так сказать, обрекать на себя на то, что ты будешь стоять тут часами, потому что реально, так сказать, посмотришь, толпа идет, трафик просто, так сказать, не знаю, поместиться не могут, там в пробке идут, но реально 99% никуда толком не едут, 5-10 километров. Поэтому задача профессионала... Гениальная фраза, мне очень понравится. 99% никуда толком не едут. Это, в общем, это жизнь наша. Вот вы в одной фразе сформулировали, толпимся-толпимся, никогда никуда не едем. У нас звонок, давайте пообщаемся. Добрый вечер, здрасте. Да, добрый день. Слушаем вас. Добрый вечер. А у меня вот такой вопрос. А насколько важно знать языки при путешествии автостопа? У меня просто был опыт попытки, вернее, путешествия по Китаю, и вот, ну, реально очень редко встречаешь китайца, который поймет английский язык. А почему попытки? А в Китае же к вам должен был быть представлен человек не в форме, но с острым взглядом. Ну, простая была попытка после обычного туристического путешествия, виза позволяла, сделали попытку уехать из Пекина в Шанхай, ничего не получилось. Ага, ясно, спасибо. Ну, у меня ситуация была другая, потому что я же стартовал, так сказать, у меня было всего 300 долларов, у меня, в принципе, не было, так сказать, вот так вот на других вариантов. Поэтому я взялся ездить автостопом по Китаю, по-честному. Вот у меня в книге «Вокруг свет за 280 долларов» как раз описано, как мы бились для того, чтобы понять систему езды автостопом по Китаю. Действительно, очень сложно, потому что никакого языка китайцы не понимают реально. И чтобы объяснить, что ты хочешь, нужно кучу времени и силы потратить. Мы когда, первая наша попытка была, привела к тому, что мы за два дня проехали 50 километров, а потом назад вернулись, вот в ту же точку, с которой выезжали, заплатив на наши деньги, не знаю, 5 рублей. Так что, но при этом, было куча приключений, не знаю, 20 страниц в книге, потому что мы там голосовали-голосовали, китайцы не понимают. Проблема в Китае, что больше 10-15 минут голосовать на одном месте нельзя. Народа везде много, и ты практически никогда не оказываешься в пустом поле. Значит, всегда люди тебя видят, белого человека там не увидеть не могут. Уходишь на дорогу, и, во-первых, каждый автобус начинает тормозить, потому что логика понятна, что надо иностранцев подвезти. Ты отмахиваешься от этих автобусов. Китайцы вокруг, в домах или там где, все на тебя смотрят. И минут через 10-15 они понимают, что глупый иностранец не может остановить автобус. Собирается толпа китайцев, начинает тебя в автобус запихивать. Помогать остановить автобус. Что делать? Объяснить невозможно. Ладно, переходим в другое место. Там опять 10-15 минут повторять ситуацию. Потом под вечер, в конце концов, остановилась полицейская машина. Стали полицейские нам тоже что-то такое объяснить. объяснять. Мы пытались от них отбиться, но от полиции сложно отбиться. В конце концов, ладно, они нас забрали к себе, отвезли, долго там тоже выясняли, но именно желание помочь. Вот в Китае очень сильно. Там буквально каждый китаец, вот каждый, по моему опыту, 100% китаец, готов себя снять последнюю рубаху. То есть ты просто вот так вот, не знаю, табличку напиши, значит, что тебе надо, и все. И тебе, так сказать, все будут помогать. Кто-то из гостей, который был у нас в студии, сказал замечательную фразу, которую я слышал раньше, немножко другая интерпретация, но смысл сводится к тому, что любой китаец, родившийся в самой глухой деревне, в самой глухой провинции, белого человека, воспринимает как несчастного уродца, которому не повезло родиться не в Китае. То есть они сжалеют, ну вот ты, блин, из Москвы приехал, несчастный бедолага. Вот, ну мы так, мы действительно помыкались несколько дней, потом нам повезло, встретили все-таки англоязычного китайца. Мы им объяснили ситуацию. Сказал, ребят, ну это... И он нам написал на бумажке китайским иероглифом фразу «Здравствуйте, подвезите нас по пути, скажите, пожалуйста, бесплатно». Ну, по крайней мере, я его просил это написать. Что он написал, я не знаю, но действовал замечательно. Останавливаем машину, значит, показываем там китайский что-нибудь такое, на карте там. Потом эту бумажку, он читает, радуется, все радовались. Не все подвозили, но все радовались. И там уже было понятно, все, поехали. И, в принципе, да, по Китаю очень здорово ездили, очень люди душевные, обязательно, так сказать, когда подвозят, там это считается обязательно, так сказать, пригласить, так сказать, накормить. Единственное, что в Китае не принято приглашать домой. Но не потому не принято приглашать, что они какие-то такие вот, ну, люди скрытные, а потому что, вот как вы сказали, что они к белым относятся к каким-то вот, ну, не совсем, так сказать, удачным людям, и они свои дома считают не совсем удачным местом для ночлега. Поэтому, так сказать, вот китайцам, так сказать, если даже ему так постучишь в дом, скажешь, что, типа, хочу перничевать, он тебя поведет в отель. Если ты ему объяснишь, что у тебя нет денег, поэтому ты идешь к нему, то он заплатит за тебя в отеле. Просто идея такой вот, ну, нет такой идеи в культуре, что человека в дом к себе приглашать. А накормить это, пожалуйста, это, так сказать, обязательно. Это даже, так сказать, вот, не знаю, столько, так сказать, желудка не хватит, если будешь соглашаться на все предложения, потому что в Китае же принято ходить компаниями, так сказать, в рестораны. Поэтому там, так сказать, вот пригласить, там, так сказать, не знаю, в компанию китайцев, несколько белых, ну, просто за счастье, считай. Ну, там же недорого, в общем, питаться? Конечно, недорого. Нет, в принципе, все, конечно, недорого, но вот у меня же кургосветка была такая жесткая, 20-80 долларов должно было хватить на все. Но по времени же вы не были ограничены, правильно? Нет, вот как раз по времени, конечно, не было ограничено, потому что, как обычно в нашей жизни, либо времени нет, либо денег. Денег не было, зато времени было. Ой, последнее время ни того, ни другого, так что. Покажите, что у вас в рюкзаке, вот, мне интересно, чем должен быть оснащен? Я задал вопрос, когда мы шли в студию, почему он такой небольшой? Вот это как раз степень, показатель степени профессионализма, потому что по размеру рюкзака я как раз могу определить степень профессиональности путешественника. Обычно что происходит? Человек думает, ну, для путешествий надо много денег. Его начинаешь убеждать, много денег не надо, бери 300 долларов, выезжай вокруг света. Убедил человека, думаю, ладно, денег у меня нет, но я тогда должен уж по максимуму на все случаи жизни обеспечить себя, и берут огромнейшие рюкзаки, там, не знаю, сухари какие-то забивают. У меня подход совершенно другой, что чем больше ездишь, тем больше убеждаешься. Не надо перетаскивать лишние вещи, только самые необходимые. Поэтому этот рюкзак, так сказать, не показной, этот рюкзак уже проехал сотни тысяч километров, да, уже побывал в 30 минимум странах мира. Поэтому я вот именно с ним и езжу. И ничего лишнего в рюкзак запихивать, конечно, не надо. Ну, берем, смотрим, что по минимуму должно быть. Первый – это вот такая куртка на случай похолодания. Но это не стоять на дороге, потому что таким темным цветом людей пугать не надо. Значит, поэтому на дороге мы стоим, как я уже говорил, в яркой куртке. Эта вот желтая куртка, она служит одновременно и как ветровка, и в то же время очень полезно, так сказать, стоять на дороге, что, так сказать, сразу тебя издалека, так сказать, пэта показывает. Потом универсальная такая вещь. Эта вот кружка – очень, так сказать, вещь полезная для путешествия автостопом, потому что, так сказать, я убедился, что можно и суп, и кашу, и все что угодно, с одной кружкой, тарелка не нужна. Еще кружка очень полезна для того, чтобы устанавливать контакт с людьми. В любое место приходишь, кружку, это в том же Китае, как объяснишь, что тебе надо? Приходишь к кружкой и объясняешь, что тебе надо чаю. Там сразу не объяснишь, что чай, но, по крайней мере, людям логика понятна, что что-то такое с кружкой надо. Что-то налить, да. Да, поэтому кружка полезна, так сказать, и с практической, и с такой вот точки зрения. Есть еще такая вот оригинально-универсальная вещь, это, так сказать, служит одновременно, так сказать, и головным убором, и здесь солнечные батареи, и вот встроенные, так сказать, лампочки. То есть днем накапливаете, а вечером идеально слушаете. Да, то есть днем накапливаешь, а вечером светишь. Ну, во-первых, не пойми, где бродишь, как обычно, чтобы ноги не переломать себе, потом, так сказать, на дороге, если стоишь, тебя тоже, так сказать, лучше вот это, так сказать, замечают. И тоже такая получается, вот она тоже боевая, черная была, сейчас она уже какого-то цвета такой выгоревший. Вот, тоже такая универсальная вещь, то есть по максимуму стараюсь все-таки универсальные вещи, чтобы были, чтобы лишних, так сказать, ни с собой не таскать. Ну, и тоже, вот, так сказать, минимальный это спальный мешок. Спальный, да. Потому что дело в чем, что когда, ну, во-первых, я сам, конечно, люблю спать на, так сказать, открытом, так сказать, в воздухе, где-нибудь под звёздным небом, потому что, ну, это несравнимое удовольствие само по себе. Вот мне, как горожанину, переночевать под открытым небом значительно интереснее, чем где-нибудь там в отеле. Вот. И плюс ещё, так сказать, если ты кому-то там домой просишься переночевать, то я могу сказать по своему опыту, так сказать, нигде у людей, вот у 99% людей нету, так сказать, лишних спален для гостей. И поэтому человек, тебе бы рад бы пригласить домой, но он начинает думать, значит, ну, отдать свою кровати самому где-то там непонятно в коморке устраивается. И ему поэтому объясняют, что у меня спальный мешок, в принципе, на кровать не претендую, готов спать где угодно. И, так сказать, вещь универсальная, поэтому если, так сказать, вообще, по минимуму, то, конечно, это рюкзак, спальный мешок, это, так сказать, минимальные вещи, с которых ты стартуешь. Потом обязательно, скажем, какие-нибудь берёшь, так сказать, ещё футболки, потому что всё-таки путешественник не бомж, и, так сказать, ну, по максимуму нужно стремиться к тому, чтобы быть чистой, так сказать, одежды. Много её таскать нельзя, потому что, так сказать, не полезно, но минимум 2-3 обязательно, чтобы можно было, так сказать, чистую поменять. Ты её всё время стираешь, но поменять чистую, так сказать, всё равно, так сказать, полезно. Вот, поэтому и плюс, так сказать, естественно, плюс ко всему, это, так сказать, разного рода умывальные принадлежности. То есть там мыло, зубную пасту. Ну, это понятно, да. Для мужчин, ну, как, на самом деле, вот, может быть, не каждому понятно, для мужчин обязательно бритва, потому что как-то вот у нас так уже повелось, я не знаю, в любой стране мира, человек небритый, он как бы воспринимается ну, так бы, немножко подозрительно. Все-таки подозрение к человеку небритому, не пойми, что он, значит, такое делает. Поэтому обязательно мыться, бриться и вообще по максимуму стараться, сказать, чтобы у тебя вид был именно такой располагающий, что ты именно путешественник, а не просто какой-то, так сказать, бродяга. Ну и плюс еще к этому важно, что когда вот так путешествуешь, у меня, например, принцип сформировал еще во время вот этого путешествия кругосветного, у буддистов я его перенял, только на одну ночь. В любом месте остаешься только на одну ночь. В буддистских монастырях есть хороший принцип. Приходишь вечером в буддистский монастырь, говоришь, здравствуйте, я такой путешественник, можно у вас переночевать? В 99% случаев можно, но только одну ночь. Это очень правильный такой подход. Но ты путешественник, тебя ночь застигла, неизвестно где, тебе, конечно, надо переночевать. Но ни в коем случае ни две, ни три. Потому что, скажем, почему люди боятся к себе, ну как бы внутри боятся приглашать, что пригласишь такого человека, а потом замучишься его выгонять. Дашь такому человеку кусок хлеба, а потом его всю жизнь будешь кормить. Вот это вот как бы страх бессознательный, его не высказанный. Поэтому подход у настоящего путешественника такой, здравствуйте, можно вас переночевать одну ночь, если там поесть только один раз, все. Ну а в том случае, если устроился на работу, собирать киви, там же несколько дней, получается. Нет, когда устроился на работу, это как бы уже сел на время. Ну, типа отпуск получается, да. То есть это получается отпуск от, так сказать, путешествия. Еще звонок у нас. Добрый вечер. Здравствуйте. Добрый вечер. Будьте любезны, выключите, пожалуйста, громкость телевизора. Я выключу, выключу. Отлично, мы слушаем вас. Представьтесь. Здравствуйте. Меня зовут Ян. У меня к Валерию такой вопрос. Вот скажите, пожалуйста, вот вы путешествовали по Китаю. Если вы там работали, какая работа была и сколько вам платили за нее? Спасибо. 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 Нет, я в Китае не работал, потому что у меня там задача была, так сказать, доехать до Австралии, так сказать, Новой Зеландии. И в принципе, так сказать, вот как показывает практика, большого смысла практического нет работать в странах, где, так сказать, низкий уровень зарплат. Там просто, так сказать, правильно, так сказать, вот проехать без денег, минимум денег потратив. Есть смысл работать именно в таких странах, где работа себя оправдывает. Самый, так сказать, у меня один друг, он установил рекорд, так сказать, в Коста-Рике собирал кофе. Он один доллар за день заработал, за 8-часовой рабочий день, и понял, что это неправильное, так сказать, занятие. Вот. Поэтому я работал в Австралии и, так сказать, в Новой Зеландии, и там где-то 600 долларов в неделю зарабатывал. 600 долларов? Да. Но там, так сказать, что хорошо, на работе, я вам уже говорил, что в садах работал. Там что хорошо, что платят поздельно. Поэтому если ты работаешь в три раза лучше, чем твои соседи, то и получаешь в три раза лучше. Австралий и Новой Зеландцы уже, так сказать, способности работать потеряли, поэтому нетрудно вот так вот просто без спешки работать в три раза быстрее. А почему не потеряли способности работать? Ну, как-то вот эта вот жизнь расслабленная, она, как бы, вот, мне кажется, вытравила. И, скажем, то же самое Австралия и Новой Зеландии, там, в принципе, работают только эмигранты. Они только за счет этого живут, люди, которые только приехали. Там очень хорошая система социального обеспечения. Если человеку не хочется работать, то ему столько пособий надают, что он, как бы, никогда и не пойдет работать. Ну, с Австралией даст, но в Зеландии там очень сложно туда попасть, насколько мне известно. Мужчины, во всяком случае, там очень здорово проверяют здоровье. Если ты едешь на ПМЖ, то там, ну да. Ну, правильно, ты же работать должен. Они же, так сказать, завозят, так сказать, рабсилу. Да. А еще звонок у нас вечер добрый. Добрый вечер. Здравствуйте. Город Новосибирск. Меня зовут Павел. Я, к сожалению, пропустил начало программы. У меня вопрос следующий. Алло. Да-да. Добрый вечер. Вечер, слушаем вас. Город Новосибирск. Павел, у меня вопрос следующий. Что стоит опасаться в случае, если, допустим, я все-таки решил составить компанию путешественнику и доехать, допустим, с одного города в другой? И на что стоит обращать больше внимания, допустим, в таких случаях, если я все-таки решил довести, допустим, человека с одного города в другой? Спасибо. То есть, практически вопросы пошли такие, да? А вы интересуетесь целью попробовать путешествие такого рода? Нет, но я все-таки интересуюсь, потому что я планирую в ближайшем будущем, допустим, из Новосибирска уехать, доехать до Германии обратно, и всякое бывает. То есть, кто стоит на трассе? Человек, который на самом деле нуждается и хочет доехать, либо это, допустим, человек с умыслом. Я же не могу это узнать наверняка. Ну да. То есть, вы сейчас спрашиваете с точки зрения человека, который будет за рулем? Да, то есть, то бишь, я, например. А, я понял. Все, спасибо. Спасибо. А, кстати говоря, вот тут немаловажно и с точки зрения человека, который находится, который голосует, да? Чему ему опасаться? Ну, давайте вначале водителя. Нет, ну, конечно, в чем дело? Когда, так сказать, встречаешь незнакомых людей, конечно, есть с обоих сторон риск, так сказать, не попасть ни на кого-нибудь другого. Значит, поэтому, как я уже сказал, значит, важно определить, что человек находится в правильном месте, в правильном, так сказать, виде, вот как я уже говорил, там, с рюкзаком, так сказать, в автостопном виде. Потом в России, так сказать, самое такое правильное место – это возле поста ГАИ. Потому что все-таки, когда, так сказать, стоишь возле поста ГАИ, то ты, значит, ну, своим видом только показываешь, что ты готов, в любой момент тебя можно проверить, ты, так сказать, не оттуда ничего не спрятался. Да, то есть не боишься властей. Да, ничего, так сказать, не боишься властей. Но есть, так сказать, один очень простой принцип, который для, на самом деле, на всех, так сказать, вот и для водителей, и для, так сказать, вот автостопщиков. Скажем, я вот со стороны автостопщиков, скажу так, останавливаются машины? Значит, я с водителем, так сказать, я же не сразу остановился, значит, я же не такси. Остановился, я открыл дверцу, сел и еду. Останавливается. Я открыл дверцу, я говорю. Идет диалог. Я вначале говорю, так сказать. Я смотрю, так сказать, вот человек, если мне не понравился. Я его поговорил, то да, то он говорит, да, пожалуйста, 500 километров, там все здорово. Но мне вот что-то не понравилось. Просто так вот, первое впечатление. Говорю, нет, знаете, я вот ошибся. Я, спасибо, не поеду. И то же самое. А не обидите таким образом человека? Нет, совершенно, так сказать, не обидишься, потому что как бы никто, так сказать, тебя не обязал. И то же самое со стороны водителя. Останавливаешься, так издалека, вот только может не очень разглядеться, останавливаешься. Человек подходит к тебе дверцу, начинает говорить, смотришь. Если он тебе не понравился, вот по каким-то причинам, говоришь, нет, знаешь, я тебя не возьму, и все. И мне так, так сказать, периодически люди говорили, я совершенно не обижался, потому что, так сказать, никто никому ничего не должен. Ну да. Ни водитель не должен подвозить, ни автостопщик не должен ехать вообще с кем-нибудь. – Опять же, насильно мило не будешь. – Конечно, насильно мило не будешь, и вот это основной принцип. И второй принцип здесь ещё какой, что когда опасности, бывает два типа опасности. Бывают опасности, когда, скажем, 11 сентября, когда неожиданно что-то происходит, от которого в принципе не убедёшься, а бывает, когда ты сам ведёшь себя просто неправильно. И, скажем, со стороны автостопщика или со стороны водителя встречается человек не совсем адекватный. Здесь правильно себя вести, не надо неадекватного человека накручивать, не надо его у себя вводить. Если человек начинает говорить, кого-то крыть, то не надо пытаться крыть кого-то против него. – Ну понятно. – Один за «Спартак», другой за «Динамо», и это как бы не надо устраивать, это как повод подраться из-за того, что болеешь за разные команды. Хорошо, у человека такая точка зрения, у тебя такая точка зрения. – Случались конфликты уже в момент с вами, когда вы уже едете с человеком какое-то время, да? Я понимаю, что вы гибкий, да, тем более психолог уже. Ну а может быть там по неопытности в самом начале были ситуации, когда вы вынуждены были там… И что дело в том случае, если в замкнутом пространстве кабин автомобиля зревает конфликт уже такой вот. Как его избежать, короткий ликбез, и как вести себя? – Не, ну как избежать, я уже говорил, это не накручивай, а если вы тоже чувствуете, что что-то не пошло, то просишь просто остановиться на минутку. Если ты чувствуешь, что ситуация такая, так сказать, вот не очень хорошая, что просто на твой против человек может не среагировать, тогда можно имитировать, что тебе так очень плохо стало, и тебя сейчас буквально прям вырвет прямо в машине. Это действует моментально любого водителя, он сразу представил картину, что ты так вот сейчас вот вырвет ее. И вот ты говоришь, все, там остановиться. Остановился, ты, так сказать, выходишь, говоришь, все, нет, что-то мне плохо, я дальше не поеду, типа, все, я свободен. И поэтому вот как раз я, вот видите, почему такой, так сказать, рюкзак у меня? Чтобы, так сказать, не уехал, так сказать, мой рюкзак в случае чего. Это тоже, кстати, очень важно. И, так сказать, вот для профессиональных, так сказать, путешественников именно очень важно, что у тебя все вещи с собой. Потому что у меня такой был случай в Чили, так сказать, я ехал, так сказать, в пикапе, рюкзак положил в кузов, водитель хороший был, не то, что мы ругались. Я вышел так радостно, закрыл дверцу, а он тут же прям раз и поехал. Я в последний момент там набегу, причем не докричишь ничего, так сказать, выхватил все-таки этот рюкзак с кузова, ухватил. Но с тех пор я уже понял, что это не полезно. И в тех случаях, когда, скажем, если у меня там рюкзак, например, побольше, или еще что-то, так сказать, вот, ну, с кем-то еду, какой-то рюкзак, то у меня принцип такой. Я когда выхожу с дороги, открываю, в смысле, выхожу из машины, открываю дверцу, иду, беру свой рюкзак, потом назад подхожу, прощаюсь с водителем, захлопаю дверцу, когда все вещи у меня уже есть. В общем, так же я в такси поступаю, когда что-нибудь кидаю, там, рюкзак свой назад. Еще один звонок у нас. Добрый вечер. Добрый вечер. Слушаю вас. Лидия из Москвы беспокоит. Да. У меня такой вопрос. Ну, когда вы путешествуете по континенту, понятно, ручку подняли, остановились и поехали. Но, судя по вашим рассказам, вы переезжаете еще где-то в водные преграды. Там ручку не поднимешь. Так вот, каким образом попасть в Австралию и в Новую Зеландию, а потом, ну, естественно, и в Южную Америку? Спасибо. Хорошо, да. Действительно, я вот в первой кругосветке столкнулся с такой проблемой, так сказать, водных преград. И ехал автостопом уже, так сказать, через континент. И потом по островам Индонезии я хотел найти какое-то попутное судно. Целый месяц проехал по Индонезии, попутного судна не образовалось. И у меня уже виза заканчивалась индонезийская, нужно было хоть куда-то деться. Единственная была возможность выскочить в Восточный Тимор. Выскочил в Восточный Тимор, а с Восточного Тимора вообще, только вот в Австралию. Я вообще претендовал как на попутном суде. И как обычно в автостопе, пошел с людьми общаться, с администрацией, со всей поговорил, что вот так и так нужно до Австралии. Как бы вот не могли бы мне какое-нибудь рекомендательное письмо дать, чтобы я на судно попал. Говорит, а что, у нас тут самолет летает, оновский, служебный. Говорит, давай на этот служебный самолет. И в результате, пообщался с людьми на подсадку на этот служебный самолет. Пролетел в Австралию на оновском служебном самолете. Потом следующий шаг у меня с Австралии в Новой Зеландию. Я пытался улететь, так сказать, с Австралии в Новой Зеландию, заработал, так сказать, деньги на билет на самолет в одну сторону. Больше у меня, так сказать, возможностей не было, так сказать, времени уже зарабатывать. Пришел на то, чтобы, так сказать, вот пришел в аэропорт, меня на самолет не посадили. Потому что нельзя в Новой Зеландию без обратного билета прилететь. А у меня не было просто денег, чтобы купить обратный билет, потом его сдать. Ну, я тогда решил как? Давай на попутном судне. И, значит, тут проблема какая с попутными судами? Что, в принципе, автостоп, он и там автостоп, и здесь автостоп. Неважно, судно это или что, все равно люди. Но, так сказать, с автостопом на попутных судах, то, что называют гидростоп, проблема в том, что там нужно, так сказать, отловить сразу трех человек. Нужно владельца судна отловить, агента компании, которая его обслуживает, и капитана. И причем их трех вперед надо отловить, и надо, чтобы все трое согласились. Если один из трех не согласился, то тебя уже, соответственно, на суд не возьмут. Поэтому у меня было, так сказать, было несколько попыток. Одна, значит, ну, как бы, были такие смешные. Я познакомился с капитаном Порта в Брисбоне. Значит, я ему объяснил ситуацию. Он очень загорел с такой идеей. Ну, автостопчик же он должен уметь, так сказать, людям внушать хорошие идеи. Да, естественно. Он загорел с этой идеей, стал меня, значит, всякие пробивать. Значит, и был очень интересный такой диалог. Позвонил он на супертанкер. Значит, говорит, вот так и так вот попутчика возьмете. Он говорит, чай, вот мы сейчас подождите, мы поищем место. Короче, час искали, на супертанкере не нашли места. Ну, просто вот. Ну, как мне казалось, сейчас сказалось, что у нас здесь места мало. Да, ну, нету места. Ладно. В конце концов, он, нашли мы, так сказать, с ним, вот с этим капитаном судна. Такой вариант. Приходило, так сказать, в порт как раз японское судно. Владелица нашли, который сказал, что ему все равно. То есть, он не то, что хочет, но все равно, пусть капитан решает. Агент компании, тоже друг был этого капитана Порта, тоже за меня был. Нужен было уговорить капитана. Мы зашли на, так сказать, судно уже. Капитан, говорит, капитан филиппинец, говорит, нет, я тебя не возьму. Говорит, ну, представь, говорит, а вдруг тебя в Новую Зеландию не пустят? Куда я тебя дену? И я, честно говоря, его понял, потому что, а куда меня деть? Потому что тут он курсирует, Австралию, Новую Зеландию. У меня однократный австралийский, я выезжаю. Если меня в Новую Зеландию не пускают, я бы там до сих пор жил бы на этом судне. Ну, да. Поэтому я понял, что надо какой-то вариант другой. Я стал тогда на российское, так сказать, судно переключаться. И, так сказать, между Австралией и Новой Зеландией курсирует, так сказать, российское дальневосточное морское пароходство. И там тоже самое, так сказать, технологию отработал. С владельцем поговорил, с агентом компании, который там работает, и с капитаном. Капитан был, конечно, за меня там всеми, так сказать, руками и ногами. Потому что обычный капитан все-таки очень хочет подвозить попутчиков, иначе скучно ездить. Хуже всего владелец судна, потому что с ним трудно поговорить вот так тет-а-тет. Он же все-таки очень далеко находится. А автостопчик может внушить людям, так сказать, ну, какую-то симпатию, но на расстоянии тяжело это делать путем e-mail. Поэтому, так сказать, с владельцем там было легко, потому что все-таки поняли, что наш, так сказать, российский путешественник. Капитан был тоже за, и, так сказать, вот агент уговорил. Поэтому из Австралии в Новой Зеландию я переправился на попутном, так сказать, контейнеровозе российском. Потом из Новой Зеландии в Южную Америку я перелетел на самолете просто, деньги заработав на билет. И, так сказать, потому что, так сказать, я хотел именно на Южную Америку, а там, в принципе, так сказать, трафик вот этот грузовой между Новой Зеландией и Южной Америкой, он почти отсутствует. Ну, максимум одно судно в месяц идет. Все суда шли по диагонали на США. Мне американскую визу просто не дали. Я хотел, так сказать, вот на судину попутном. Потом я, ну, я пролетел в Южную Америку, у меня было всего 50 долларов, поэтому я был озабочен, как с Южной Америки, домой возвращаться. Я проехал Аргентины, Чили, Перу, Эквадор. Из Эквадора регулярно ходят сюда, так сказать, бананы возят. Тоже, значит, думаю, надо на банановоз. Технология уже, так сказать, вот уже была как-то отработана. Поэтому я начал, естественно, тоже, так сказать, издалека. Надо, так сказать, все-таки выйти, так сказать, на, так сказать, владельца. И там получилось как? Значит, познакомился с русскими. Короче, время уже заканчивается. Да, значит, через русских вышел на эту компанию, и в результате, так сказать, на, так сказать, кипрском, так сказать, судне, которое везло бананы в Санкт-Петербург, я так вот три недели плыл до Санкт-Петербурга. И поэтому, так сказать, приплыл в Россию из Южной Америки. То есть, получается, что вы затратили на это происшествие 280 долларов? 280 долларов, да, вот, пожалуйста. И три года. Три года, да, как же вы хотели. Вот три года все-таки, три года все-таки вот это большой срок. Ну, потому что когда по полгода еще куда бы не шло, там по три месяца. Нет, ну это у меня была первая кругосветка, когда я три года и 280 долларов. Второй раз я проехал вокруг света за 108 дней и 25 тысяч долларов. Понятно, хорошо. Ну, а как же вы хотели? Да я не знаю, на самом деле. Время, деньги, вот, либо время, я скажу, мне бы потратили деньги. Идея очень хорошая, идея очень хорошая. Мне очень нравится, я сам человек такой свободолюбивый, с одной стороны. С другой стороны, я столько уже прикипел к семье. Завтра как раз будет 20 лет, как мы живем с супругой. И, наверное, все-таки вот и хочется, и кольца. Так что давайте будем делать так. Вы будете приходить к нам в гости, рассказывать о том, как вы путешествуете. Я буду с удовольствием слушать и представлять, что как будто путешествую я. Спасибо большое. Спасибо большое. Сегодня мы говорили об автостопе. Автостопе и на автомобилях, и на самолетах, и на плавсредствах, на всем, на чем угодно. Это была программа Попутчик Гой Студии. Меня зовут Володя Гаврилов. И если вы настроились на наш канал, значит у вас, как мне кажется, хороший вкус. Попутчик Гой Студии. Редактор субтитров А.Семкин